итак огромный привет моим любимым подписчикам и всем случайно заглянувшим я снова с вами сегодня решила снять видео которое вы просили просили поделиться своими планами да я тоже озаботилась вот этой мыслью что же я буду делать какие у меня планы какие у меня планы недостаточно ограничиться просто каким-то банальным знаете списочком дел нет этого недостаточно я думаю вы все прекрасно понимаете и я это осознаю что сейчас мне начинается такой новый период в жизни и нужно как-то глобально определяться да ну понятно какие-то планы дела это все есть это неизбежно есть вещи еще связанные с документами и обучением которые ну придется сделать по-другому никогда и что я буду делать чем я буду заниматься это вы будете наблюдать естественно в моих влогах а вот сесть и подумать действительно определиться с концепцией моей жизни на ближайшие годы это прям серьезное такое дело и я прям этим занималась и вот у меня целая бумага тут исписана я действительно думала что я надумала я вам сегодня расскажу возможно для вас это тоже будет иметь какой-то практический интерес и заставить о чем-то там своим личным задуматься поразмышлять ну что-то такое я действительно поняла что важен не план а важна прям концепция нужно определиться с концепцией жизни своей на ближайшее время потому что план это что-то типа расписание в ежедневнике которые которому мы не всегда следуем ежедневники или в вашей голове не всегда этому следуем типа ищу на диету начну бегать схожу к стоматологу то все пятое-десятое но всего каких-то жизненных обстоятельств мы этому не всегда следуем жизненная концепция это то что ведет тебя по жизни даже тогда когда рушатся твои планы вот так вот я решила вот так вот я подумала и что что же я для себя такого важного выделил это три важнейших пункта когда спросила себя чем я планирую заниматься в ближайшее время первое что мне пришло в голову это ха-ха-ха наслаждаться жизни вот бездельница ах бездельница бездельница сейчас там у некоторых повзрывались пуканы от злости да потому что мне часто уже стали какие-то комментарии вот только приехала как говорится к мужу выдохнула и уже меня что-то куда-то на работу мужа на 6 сиди ну-ка короче вообще едва карантин закончился понимаете еще на карантине не начали писать всех сразу банк правил да как ни странно первое что пришло мне в голову наслаждаться жизни вот такой мой план я считаю что у каждого абсолютно у каждого человека у каждого из нас с вами в течение жизни бывает такой период и не один когда ты ощущаешь максимальное какое-то вот расположение судьбы к тебе да что все вроде бы идет неплохо не в сравнении с чьей-то жизнью а вот сравнение с твоей собственной жизнью там которая была у тебя до каких-то моментов то есть любой абсолютно любой человек как мне кажется даже самый тяжелый судьбой переживает какие-то периоды благоденствия успеха как какого-то благополучия но не всегда мы умеем на этом акцентировать свое внимание что вот сейчас то все хорошо сейчас все хорошо и вот сейчас надо наслаждаться жизни надо сконцентрироваться на этом надо получать удовольствие потому что потом может быть уже не будет до вся жизнь состоит из каких-то черных белых серых черно-белых черно-серых полос и так далее и когда ты вот поймала этот момент это чувство что да сейчас более-менее все хорошо все живы все здоровы никто не болеет ни за кем не надо ухаживать относительно стабильная ситуация по финансам по здоровью и так далее так далее это как раз таки тот период когда нужно ловить момент и наслаждаться жизни обычно такие периоды в нашей жизни являются максимально такими ресурсами да когда мы получаем много от окружающей нас обстановки от близких людей мы хорошо себя чувствуем это такое максимально ресурсное время когда у нас есть энергия что-то делать и вот главное это энергию не расплескать и вот ту энергию которая получаешь от жизни вложить в созидание чего-либо тоже как бы с заделом на будущее потому что в тот период когда у тебя ее не будет тебе трудно будет что-то созидать создавать накапливать и так далее короче вот такая вот концепция то есть наслаждаться жизни это та энергия которая у меня есть которая у меня зарождается благодаря этой благоприятной обстановке вокруг меня она не должна быть растрачена я хочу максимально вот вложить ее и создать какой-то задел на будущее себе вот так вот второе второе очень важное такое умозаключение я уже давно об этом думаю на эту мысль глубочайшую меня натолкнули строчки которые как-то мне знаете скинула одна девочка она тоже блогер зовут ее эльгард можете найти канал посмотреть это был комментарий чуть позже я загуглила поискалась это были за строки такие интересные очень вдохновляющие заставляющие подумать это оказалось текст песни в текст песни достаточно известной группы наутилус помпилиус и были там такие строки здесь и женщины здесь женщины ищут но находят лишь старость здесь мирилом работы считают усталость здесь орлы брошены ради бройлерных куриц здесь я стою по стойке смирно даже когда целую с таким маяковский каким-то помеем да также поинтересовалась о чем это вообще что пишут в интернете как казалось это произведение вы так сказать акцентирует внимание на пороках общества нашего общества и да да я поняла что это именно так тут две концепции судьба женщины мне видится там акцент на судьбе женщины наши женщины действительно и находят в нашем обществе в концу жизни только став старости усталость и второе это тема работы да посмотрите как интересно звучит здесь мирилом работы считают усталость интересно да не результат считают мирилом твоей деятельности а твою усталость я поняла как же точно это описываю ту атмосферу в которой мы воспитывались который мы росли в частности я действительно считается что вот если ты уябываешься по полу и уджобываешься в семье в отношениях да в быту на работе это все это героиня просто с гордостью города подняв голову и типа жизни ты молодец ты молодец главное что ты уябываешься неважно где результат главное что ты с такой вот самоотдачей ты можешь этим кичиться ты можешь этим гордиться и вот это главное то есть у нас смещены вообще в нашем обществе смещены смещен фокус зрения от темы результата к теме вот этой вот какой-то усталости устал значит молодец не слишком устану какой ты молодец вообще ну вообще что-то там намутил выкрутился вы кружился что придумал изобрел то все 5 10 устроился лучше вообще недостойный член общества зачем ну что это также меня очень вдохновил цикл передач о китае кажется на канале ртд ртд на русском я подумал боже какая интересная нация как они будут прямо взяли все и построили вы помните у меня был в моей квартире в воронежской в которой я жила которую я снимала очень хороший красивый вид из окна и вот там был вид из окна леска это бескрайнее поле бескрайние леса и вот после просмотра этих циклов передачи о китае о его истории о истории его успеха и процветания мне в голову пришла значит такая мысль когда я смотрела помимо всяких прекрасных мыслей романтических которые возникают когда вы видите что потрясающий закат и все вот мне мне пришла в голову такая мысль интересно ну как же так есть много точек на карте мира где реально есть дефицит чего-то люди там имеют имеют например дефицит суши негде вырастить негде вырастить чтобы прокормиться там ради этого осушают какие-то там озера где-то наоборот для много воды но она например соленая люди опресняют воду эту опресняют чтобы иметь возможность вот ее на какие-то технические нужды использовать что-то производить где-то местность очень гористая неровная а как вы как я думаю всем понятно очень трудно что-то строить на гористой местности очень трудно что-то выращивать на гористой местности люди всем как-то выкручиваются вот каждый клочок земли каждую вот это ресурсинку подбирают чтобы что-то вот выжать выжать из этого я поняла почему мы вот такие мы выросли в огромной стране супер ресурсной где много равнины где много там солнца дождей с очень разным климатом где можно по уму там распределить мы это выращиваем тут на то выращиваем вот это то есть мы могли бы быть в какой-то супер державы но у нас вот действительно очень смещены акценты от темы результата теме вот этой вообще деятельности то есть деятельность во имя чего вот ты пошла ты делала во имя чего ты делала где где твой результат я это также этот баг эту ошибку нашла в себе что были смещены у меня очень часто в жизни акценты смещались от тема результата к теме стараний и трудов то есть важно не столько ты постарался важно какой результат как моя мама любила вот знаете позвонить мне что-то у тебя волос странный доча что ты со стороны волос ты что лежишь я там лежу отдыхаю почему а ты что все сделала это когда все делашка что ты снимай мамы хорошая хозяйка это та которая там просто с тряпком с тряпкой с кастрюлями с вениками с утра до вечера как бы вот свою миссию выполнять результат не важен главная миссия как ты можешь быть хорошей хозяйкой если там за час за два все убрала и теперь ты сволочь такая лежишь проводишь время там не знаю своим телефоном как же так вот такая вот мысль интересная пришла дальше тема о женской судьбе а наши тоже же мы как бы впитываем вот ту атмосферу в которой мы растем а какая там атмосфера как вот в этих строчках даже здесь женщины ищут но находят лишь старость много чего ищем в итоге находим только старость и усталость почему так очень интересный момент тоже как-то был период у меня такой на канале что много было комментариев на тему жертвы типа комплексы жертвы комплекс жертвы позиция жертвы 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 и естественно я думаю она может быть может быть может быть вот это есть я как-то это это должна проработать как-то себя найти действительно этот комплекс жертв и когда я начала с этим разбираться в себе я поняла что мы вообще все с вами практически в большинстве своем в той культуре в которой мы с вами выросли в том обществе который мы с вами выросли мы с вами жертвы у нас вот эта вот позиция жертвы во всем мы жертвы быта мы жертвы на работе мы жертвы в дружбе мы жертвы в отношениях как-то все у нас через призму вот этой вот ранености какой-то какой-то нарушенности внутренней какой-то поврежденности да то есть бывает вот даже так что на тебя еще никто не нападал но ты уже вся вот с когтями ты уже вся с когтями ты уже обороняешься ты еще замуж не успела выйти ты думаешь а вдруг разведусь замуж вышла уже там беспокоишься там как будем делить имущество если разведемся там детей родила уже думаешь а будет ли он мне платить алимент хотя может быть у вас семья еще все хорошо если вы разведетесь там на детей будет ли он платить понимаете еще это не забеременела но уже заранее думаешь об осложнениях еще там и не знаю что с парнем не познакомилась но уже думаешь каким какие парни вообще не козлы и это никто не девается процветает сейчас в нашем обществе еще больше вот этой вот какой-то надломленности мы считаем что мы становимся гордыми сильными и независимыми но на самом деле мы тяжелые душные и затравлены вот что я поняла про нас про большинство из нас это то что я не делал себе то что я вижу вокруг нас как жить когда тебе в тебе вот такая вот внутри сидит концепция как вот жить с этим совсем как быть счастлива обидно за себя обидно с одной стороны обидно что мы не можем достойно прожить свою жизнь что как-то условия как будто бы этому не способствует а с другой стороны злость есть злость на себя почему почему ты не можешь разорвать вот эту какую-то разорвать этот какой-то порочный круг своих убеждений и вырваться и расцвести и заиграть и зажить за зарадоваться мать вашу почему мы это многие не можем вот как будто бы вот в какой-то петле порочной петле своих убеждений да ничего ничего не мешает сейчас сейчас смешают только убеждения вот я поняла что это такие вот важные вещи в моей жизни над которыми я должна проработать и сформировать вот эту новую концепцию жизненную с которой я буду вот вместе рука об руку в ближайшие годы шагать что из этого получится следите за развитием событий за моей жизни на мой канале не забывайте ставить лайк подписочку уделить своим мнением в комментариях всем спасибо огромное люблю целую и пока пока